Здравствуйте, дорогие друзья! Уже через пару дней начинается 11-й месяц еврейского календаря, месяц Аф, про который в Алахе написано, что мы обязаны уменьшать в радости, потому что в это время с нами случились самые-самые тяжелые трагедии, включая разрушение первого и второго храмов. Написана в Талмуде очень-очень поучительная история. Талмуд рассказывает, как раби Акива и остальные мудрецы, раби Тарфон, раби Розур, шли вместе в пути, и они увидели где-то вдалеке большой-большой карнавал, большая-большая какая-то гулянка, много музыки, много выпивки, и все-все-все радуются. И мудрецы сразу заплатили, а раби Акива сразу начал улыбаться. Спросили мудрецы раби Акиву, почему тебе так весело? Ответил им раби Акива, а почему вы грустите? На что они ему сказали, что мы, которые служим одному Богу, нашему Создателю, мы в изгнании, у нас разрушен храм, а язычники, у которых нету контакта с их Богом, с их Создателем, им так, им так весело и хорошо, поэтому мы плачем. Ответил им раби Акива, поэтому я и веселюсь, что если вот этим язычникам, которые отрезаны от Создателя, им так хорошо, тем более нам, которым мы, людям, которые служат единому Богу, нам тоже будет хорошо. Это первый эпизод. Второй эпизод, очень известный. Талмуд рассказывает, как раби Акива шел с теми же мудрецами на храмовой горе, возле храмовой горы, и они увидели, как из обломков нашего храма прошла лисичка и начали плакать. А раби Акива, в свою очередь, снова начал веселиться. И они его спросили, раби Акива, почему тебе радостно? А он их спросил, а почему вам грустно? И они сказали, разрушен храм. В святая святых, куда мог заходить только самый святой человек, первосвященник Дем-Кипур, там бегает лисица, это так больно, сказал раби Акива. Поэтому я и радуюсь, что написано, что есть два пророчества. Первое пророчество, и будет Спархансион, разрушен будет Иерусалим, и разрушен будет храм. И есть второе пророчество, что будут старики радоваться в Иерусалиме, снова будут отстроены храмы, будут веселья, веселья и веселья, и будет здесь с нами находиться Бог, которому мы будем служить. И раз одно пророчество сбылось, вот разрушенный храм, тогда я верю, что скоро сбудется второе пророчество, и мы получим наш храм. Вот такие две важные истории, где Талмут нам говорит про раби Акива, который правильно смотрел на вещи по-другому, чем другие мудрецы. Он видел в страданиях, что не нужно плакать из-за страданий. Конечно, когда нам больно, конечно, когда храм разрушен, первый, второй, конечно, у нас есть пост 9-го Ава, конечно, мы плачем, конечно, у нас истражный период, это все очень-очень нужно страдать и плакать, конечно, это очень больно, но с другой стороны, страдания – это хорошо. И если сейчас храм разрушен, и ты правильно сделаешь раскаяние, и ты сделаешь чуву, и ты правильно воспримешь эти страдания, и ты поднимешься вверх, ведь почему Всевышний дает нам страдания? Чтобы мы могли вырасти, и если сможешь вырасти, тогда у тебя будет веселье, и не волнуйся. И раби Акива веселился уже тогда, потому что он понимал, что все, что делает Бог, всегда к лучшему, и всегда это для нас. Написано в Торе, что Бог увещевает, посылает страдания только тому, кого он любит. И раз Всевышний дал нам такие страдания. Первый храм, Второй храм, и все страдания, которые у нас, к сожалению, в наших жизнях у нас постоянно, мы их встречаем, это все для нас самих, чтобы мы могли вырасти. И если мы правильно будем относиться к нашим испытаниям, и к нашим страданиям, мы обязательно сможем взять, вынести правильный урок из поведения Всевышнего с нами, с его детьми, и мы сможем вырасти. Поэтому раби Акива веселился. И я желаю нам пройти этот период, важнейший-важнейший период, начало месяца АВ, сам пост 9 АВА, прожить эти страдания, пережить их еще раз, понять, какие уроки мы можем вынести, и помнить, что всегда все страдания, все испытания, которые Всевышний, наш Отец, который любит нас бесконечно, нам посылает, это только для нас самих. И то, что кажется для нас, все, это конец, это просто конец, может оказаться началом новой жизни, нового периода, более счастливого и более насыщенного, чем было раньше. Мы никогда не знаем, что будет, вот новый поворот, что он нам несет, и мы всегда должны радоваться и полагаться на Всевышнего, и знать, что все, что нам посылает наш Творец, все всегда к лучшему.